здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я изготавливал вот такой стример для ловли окуня который выполнен в виде не зацепляйки ко мне поступили просьбы изготовить для нахлыста и для спиннинга так чтобы можно было иметь возможность забрасывать на разную глубину от 3 до 5 метров я изготовил разные модификации которые оказались довольно таки результативными хочу поделиться с вами этой моделью ее можно делать проводку как джиговую так и волочить просто по дну или же волновой в толще воды скажу откровенно в зависимости от расцветки и окраски стримера щука сом судак реагирует очень хорошо на вот такой стример который чем-то напоминает парка давайте приступим я взял крючок и глазки закрепил снизу то есть так чтобы у меня жало находилась вверху гантельки мои находились внизу и за глазками я совсем немножко сколько мне позволила величина моего крючка закрепить еще свинец закрепили промотали немножечко и оставляем в районе колечко я беру небольшую щепоточку вот такого меха писца это черный с белыми кончиками совсем 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 небольшую щепоточку то есть у нас все что будет находиться внизу потом когда мы вывернем наше крыло будут находиться вверху поэтому принцип остался построение тот же что и в том изготовлении стримера единственное что только лишь огрузка насколько максимально возможно возможно я в следующий раз покажу вам как можно на вот таком лососевом крючке изготовить стример чтобы он был огружен вольфрамом примеряем длину с подворотом нас вполне устраивает остатки отрежем промажем место крепления клеем и закрепим прихватили дальше не проматываем потому что последующими витками мы все равно будем закреплять этот материал промажем еще немножечко нашим клеем и теперь я беру щепоточку меха писца который несколько по длине и белого цвета совсем совсем небольшую щепотку по толщине может даже меньше может быть как две ампулки или полторы посмотрели длину она должна быть немножечко короче длины нашего черного меха подровняем отрежу примерили и здесь же закрепляем посмотрели отлично повторю мех должен быть достаточно мягким для того чтобы можно было этому крылу хорошо играть в толще воды и теперь окончательно примотали прихватим мех который за глазками берем немножечко нашего даббинга я возьму немножко зеленого и белого блестящих элементов здесь больше чем достаточно поэтому люрекс мы будем с вами добавлять только лишь само крыло и оставляем здесь же за глазками посмотрели насколько симпатичная грудка достаточно немножечко промажу клеем вместо вместе крепления и сюда же переломываю мех следим за тем чтобы он у нас переломился поровну не ушел не влево не вправо вот так подхватили оставляем пока в таком положении ничего не добавляем кроме как возьмем парочку блестящих волокон плоского голографического люрекса я возьму четыре пряди уложу их по длине нашего крыла вот прихватил сделал один виточек переломил и здесь же делаю завершающий узел промажем ниточку немножко клеем вот такой огрузки стример порядка трех с половиной граммов достаточно для того чтобы забросить практически любым спине на начиная от ультралайта нить отрезали подровняли наш люрекс по длине остатки убрали как вы видите довольно таки быстро изготавливается наш стример который очень результативен вот он выглядит у нас приблизительно так остатки меха эти я не отрезал потому что их можно длину оставлять значительно больше потом можно взять вот так вот слегка подкрасить для того чтобы не добавлять дополнительно какие-либо элементы благодарю за внимание до скорых встреч